Доброго времени суток! С вами Сергей. И сегодняшний ролик будет посвящен теме питания при онкологии. Кто не знает, у меня рак, диагноз хондросаркома. И прежде чем начать обсуждать эту тему, я хочу возобновить ссылочки для добрых людей. Я напоминаю, у меня раньше были ссылочки для добрых людей, прикреплены в описании, внизу под видео. Но я их с определенного времени не использую. Так как своим роликом третьей части, где я рассказываю, что сода рак не лечит, так как я принимал это на себе, я перешел дорогу с садовером и очень много жалоб поступает. И даже жалобы, когда мне удалили ролики, все кроме седьмого, на момент их жалоб седьмого просто еще не было ролика. И я их перезалил снова по-новому и сейчас в данный момент ссылки для добрых людей не использую. Так как садоверы очень много жаловались, даже под роликом было жалобы на мошенничество. Даже вот так вот было это самое. Ну бог с ними, пусть собаки лаются, а добро должно оставаться добром. Я на прошлой неделе ездил на дачу, на дачу зашли в соседний поселок магазин, и я увидел там баночку для сбора денег. Я прочитал, посмотрел там на девочку, на Арсентию Юлю. Собирают денежку, у нее врожденное, врожденное, что-то там со слухом. Я не могу сейчас конкретно сказать, я не могу просто вспомнить это самое. Так что я опять прикрепляю ссылочку для добрых людей. Там собираются денежка, денежка большая, эта ссылочка будет актуальна. Актуальна она будет долго, и все описания внизу под видео. Ну что ж, давайте теперь приступим к обсуждению, как я питаюсь. Как я питаюсь. В последнее время мне что-то очень часто, причем это ВКонтакте, назойливо, начинают писать люди, что вот они вылечили рак, при помощи того-то такого-то, того-того-того. Единственное, знаете, с пометкой, мне это очень улыбает, я никогда не тороплюсь, я обычно с ними начинаю дебаты не спеша. Единственное, я сразу вижу, что эти люди, как они мне заявляют, они не больны онкологией, и к онкологии они не пришли, не оторви. Один даже осмелился написать, что у него хондросархома, там лет 8 он уже живет, в 4 стадии. Дружочек, у хондросархома 3 стадии, и этого в Википедии не написано. Так что это самое, прежде чем, вот так вот, я не понимаю смысл вот этого, зачем мне что-то навязывать. Я сам никому ничего не навязываю, я живу своей жизнью, своей головой думаем. Ну в общем чего, обычно у этих людей просишь следующее, дайте мне посмотреть на заключение гистологического исследования, что у вас такой-то диагноз, потому что до гистологии идет подозрение. Вот я пришел к районному онкологу, мне ставили подозрение сархома, после гистологии стала хондросархома. И это уже диагноз, и с этого момента начинают врачи лечить тебя. Ну ладно, бог с ним, это самое. Как вообще я питаюсь? Я питаюсь сбалансированно, сбалансированное питание. У меня в питании есть как зелень, салаты, огурцы, помидоры, морковь. Я очень много покупаю моркови. Сейчас сориентируемся. За неделю, ну я поштучно беру, я прихожу в магазин, беру сразу 6 штук крупных стараюсь. Это самое. За неделю, ну я покупаю, ну где-то штучек 25 у нас уходит моркови. Это за неделю. На семью из трех человек. Очень часто морковку использую, потому что она полезна. Дальше что? Что я стараюсь не использовать? Менее использовать. Я стараюсь менее нагружать желудок, потому что я, когда проходил курс садовера, я заработал себе острую эрозию. И гастрит у меня теперь никуда не делся. Эрозию мне подлечили врачи, а гастрит он никуда не делся. Я стараюсь желудок не нагружать. Я стараюсь минимально использовать жареное. Минимально использовать жареное. А вот по пище, по пище, а по пище у меня сбалансировано. Я вот сейчас, вот многие, это самая какая-то мода пошла сыроедение. Я вообще думал, что со сыроедением травоядное, ёпперс. Это я не хочу никого обидеть, я не хочу никого обидеть. Но я питаюсь сбалансированно. Объясняю почему. Почему? Потому что мой дедушка так питался, его отец так питался, и его дедушка так питался. И это никому навредит. И никакое мясо никогда никому не вредит. Я не понимаю смысла говорить, что мясо вредно. Да, сейчас современное хозяйство выращивает, конечно, комбикорма ужасного качества. И что в этих комбикормах? Ну, я догадываюсь, что в этих комбикормах. Но все равно, смотрите, вот давайте разберем пример моего дедушки. У него было в послевоенное время, послевоенное время, две коровы. Ну, это года уже, наверное, еще при Сталине. Две коровы, две коровы. Он был охотником, охотником, не браконьером, всегда по лицензии. За зиму он брал два лося. У него шестеро детей, шестеро детей. То есть две коровы, две коровы два раза в год дают отел. Два теленка, два теленка. Они идут под нож, и он, дедушка, еще брал. Каждую зиму два лося. Два лося. Это самое. И никто ничем не болел. Все здоровые были. Так что мясо уж, ребята, извините, тут вообще ни при чем. Что касается моего именно питания, то я питаюсь в сравнении с остальным, ну, с большей массой, я питаюсь замечательно. Я в прошлый год, в прошлый год, наростил свои картошки. Восемь мешков нам хватило этого до марта. До марта. Своя картошка, восемь мешков. Морковь. Морковь. Морковью у меня забита морозилка. Мы специально для этого дела купили морозилку. Это самое. И моркови я сразу осенью свеклая морковь, я через соковыжималку выпил, и вся семья у нас принимала свежевыжатый сок для витаминов. Морковь у меня нарощена своя. У меня свой чеснок, свой лук, свой нехимичный лук, нехимичный чеснок. Это самое. И, в принципе, да, я огурцы сам не ростил, но мне дядюшка давал огурцы. Летом я вырастил редиску, зелень вся своя, и огурцы. Жил лето, как положено, на салате. На салате. А, кстати, вот вспомните, если дедушку про огурцы завел, тема-то деда говорил так. Гриб да огурец в опе не жилец. Вот. И это русский человек. То есть, вот я к чему? Что вот это вот сыроедение. У меня сейчас друг тоже сыроедением занимается. Не сыроедением, просто отказался от мясного. Я говорю, бред какой, ну что за чушь-то, я как королев. Веками, говорю, ели, не болели. А тут, гляньте, теперь все мясо стало виноватым. Это просто вот статный рефлекс. Кто-то запустил вот это, кто-то неосознанно подхватил, и давай, вот это пошла-пошла-пошла цепная реакция. И большое вам спасибо за эту цепную реакцию. Теперь капуста стоит 70 рублей за килограмм. Я что, с золотом поливаю? 70 рублей. Потому что вот это мода запустилась. Ну что ж. Так. Дальше. Питание, как вы видите. У меня все свое. Все свое. Ну вот морковь на зиму мы не оставили. Я покупаю ее. Я покупаю морковь. Так как мы большую часть, я не знаю, как она хранится будет, и тут с хранением проблемы, мы ее в морозилку на супы, на приготовление супов. Также у меня было посажено 25 кочанов капусты. Все выросло. Но, правда, я там схалтурил маленько. Капуста была некрупная, так как я забыл грабалкой пройтись круг корней, чтобы придать корневые поросли больше, чтобы было. И капуста была посильнее, так скажем. Это просто уже сказывается то, что я в деревне давно не жил, и я такие маленькие нюансы забыл. Я заготовил крошево. Я заготовил крошево 2,5 ведра. 10 литровых, то есть 25 ведер. Это крошево мы в морозилочку убрали. Варим щи по мясу. Ну, шашлыки это мне можно уже и так, как я пенсионер. С таким доходом, с российской пенсией, можно про шашлыки уже забывать. Шашлыки я не помню, когда я ел последний раз, наверное, прошлым летом, когда ребята приезжали ко мне в гости. Так, а по мясу использования, ну, наверное, в среднем у нас так вот на скидку используется 2, ну, 2, наверное, килограмма в месяц мяса. Это вот как раз я варю щи, ну, и супруга что-то тушит, там, картошечку тушит. Так, что я еще из плюсов, из плюсов периферии. У меня здесь, здесь у меня настоящий пикалевский хлеб. Так как я прожил очень много в Санкт-Петербурге, я могу сравнить, что такое настоящий хлеб и что такое хлеб с крупного города. У меня здесь присутствует настоящее сазуновское молоко, сазуновское молоко, сазуновское масло. А это натуральные продукты. Их можно вот у нас в Пикалеве, наверное, Бакситогорск, Чикадочинский район. И вроде в Устюлянском я его уже не встречал. Если кому-то интересно, то этот маслозавод находится, если ехать по трассе Новая Ладога-Вологда, трасса, это с Мурманки, от Ворота, от Ленинграда, то он находится в поселке Сазунова. Да, настоящий продукт, как положено. Никаких примесей, ничего. Так, что еще тут из натурального? Есть Пикалевский колбасный завод, но тут прошел слушочек, что его приобрели москвичи и теперь начинают мясо тычкать химией. Химия? Да, это самое. То есть, какой-то такой слушок, он ничем не подтвержден, типа один раз в неделю, дело для своих, что значит для своих, это непонятно, нормальную продукцию. А остальное все, добавляется химия. Да, когда москвичи скупают тот или иной завод на периферии, они просто его губят качество. Соответственно, ну здесь как это, вот если здесь все прочухают эту фишку, просто брать не будут. Будут Череповецкую брать, ну и будет падать спрос. Почему они качественные делают? Потому что здесь есть выбор. А, еще я не хожу здесь, здесь очень много тоже магазинов, пятерочка, семьи, магнитов, я их не посещаю, если только по акции сахар или что-то вот такое там покупаю. Потому что в таких магазинах не купишь местного производителя. Так, а теперь давайте поговорим, что о современном мясе. О современном мясе. У меня есть еще возможность, допустим, в Усть-Ужне купить парное мясо. Парное мясо, это то есть кто-то держит скотинку, сдает в этот магазинчик, и этот магазин уже продает. То есть это настоящее фермерство. Если брать крупное хозяйство, которое занимается, да, комбикорм это ужасно, он такая же химия. На химичен, на химичен. Давно я еще по телевизору какую-то свиноферму показывали, и там сказали, что у них поросенок вырастает за полгода. Но это нереально. В деревне ростит поросенка год, потом пускают под нож. И то я как бы видел размеры того, что сказали за полгода. Я не знаю, чем его кормят, какими стимуляторами. Понятное дело, что это мясо ни к чему хорошему не приводит. И так, а вот у меня еще есть возможность купить вот это фермерское мясо. В Пиколеве оно тоже продается, но непонятно от каких фермеров. А вот в Устерне действительно можно купить парное. Видно, что оно свежее мясо. Так, теперь что касается, если поговорить колбасных, по колбасным изделиям. Можно кричать много чего, это самое. Я на мясокомбинате работал. И я видел это все изнутра. Химия, химия, химия добавляется, но чтобы полностью это самое. Нет мяса, нет мяса, это тоже не выгодно, потому что все вот эти приблуды химические, они стоят денег. Если бы они были бесплатно, то тогда да. Соя, вот эти наполнители, это идет на ура, на ура. А в основном, что такое мясо? Вот смотрите, в мое время, я работал в 2007 году, я не буду говорить, какая организация, то это мясо было популярно, тогда как раз какое-то свиное бешенство, коровье бешенство, в Европе прошло. И вот эти вот контейнеровозы ездили по странам, так скажем, по низшим странам, Африка, Африка, ну а наша страна, что лучше Африки? Нет. Ну и вот такие вот в порту, в Петербурге раздружались. Ну и плюс еще очень много было кенгурятин, ну как бы это мясо, но на дорогую колбасную продукцию шла-нашла, хорошая свинина, хорошего качества. И очень много в колбасу добавляется, там есть льдогенератор, льда, воды, воды. Ну, как сказать, ел, ничего. Это самое. Теперь давайте затронем, вот сейчас вроде я затронул минусы мяса, минусы мяса, но есть минусы, минусы есть. И у овощей. Давайте их затронем. Сейчас, конечно, все травоядные, ну как правильно сказать, вегетарианцы, да? Не обижайтесь на травоядных, мне просто слово не выговорить, я его не употребляю. И как они сейчас модно пошло, сыроеды. Сейчас они поставили уже дизлайк, заплевали весь монитор, ничего страшного в этом нету. А теперь давайте разберем минусы, минусы. Сыроедение. Смотрите, в крупных магазинах, в крупных магазинах отсутствие фермерства, да? Мелких фермеров. Во-первых, сразу берем Израиль. Попробуйте-ка в песке вырастите что-нибудь, там, морковинку хоть одну, вот суньте в песок и вырастите. Да ничего у вас не вырастет. Это гидропоника. Гидропоники очень сейчас много распространено. Гидропоника, я видел, это сплошная химия. Без солнца, без солнца ничего не вырастет. А под лампами, да каких-то ламп не поставь, солнце есть солнце. А гидропоника, она рассчитана на химию. И растет там, как на ура, как на сарнях растет. Кстати, здесь в Пикалеве есть теплица, тоже гидропоника, но у них единственная корня не в поролоне, а в земле. Ну, я думаю, от этого суть дела не меняется. Поли все равно остается за химией. Дальше смотрим это самое. Ну, рассматриваем такие страны, мы рассмотрели, как Израиль. Я никогда вот это не покупаю. Никогда. Потому что вы попробуйте сначала в песке, сами вырастите. Что у вас, много вырастет? Вот. Это самое. Дальше смотрим Китай. Китай. Китай вообще славится своим отвратительной, своей химией. Китай. Турция тоже. Турция. С Турцией не знаю, но вот Китай, Израиль, я это вообще обхожу. Дальше привожу личный пример из общения с другом. Он вспоминал, он с Астраханской области. Земля. Плодородная. Климат. Замечательный. Дальше в процессе разговора он как-то вспоминал, что на тракторе, схалтурил, на тракторе на Беларуси на девятой скорости проехал, внес удобрение в землю, прям вносится. Морковь удобрял. На девятой, что там пришел фермер, ты что, типа все справа сюда, так руку туда, оп, удобрение есть, а он на девятой скорости. А мне не это. Я зациклился. Удобрение в морковь. Морковь, удобрение, химия. Удобрение это химия. Есть органика, есть химическое удобрение. Это химия. Удобрение. Я зациклился. Даже у нас вкладывают удобрение. Мы максимум в деревне это с навозом перекапываем. И все. А вот теперь затронем такую тему, как удобрение. Вот смотрите, все злаковые культуры. Вот вы едете, сейчас давайте сначала удобрение затевить, а потом гембициды. Удобрение. Когда вообще, вот я читал первый пик онкологии, это вот после смерти товарища Сталина, когда как раз вот стало массово использовать химическое удобрение. До этого на полях использовали органическое удобрение. Вот после тех, первый вплеск стал онкологией. Ну вот как я читал, это самое, такое вот заверение. И вот сами, вот посмотрите, да, химичат в мясо, там кормят неизвестно чем. А вот вам, пожалуйста, вашу так же зелень, как вы орете, это самое, в грудь себе бьете, сыроедение, там, вегетарианство. Вот вашу зелень так же, так же химичат. Кстати, я забыл еще затронуть тему питания. Я очень много употребляю, ну стараюсь по мере возможности, как это получаться, морепродуктов, ну и так же рыбы, речной морепродуктов. Это рыбу покупаю, замороженную. Ну и стараюсь еще морские салаты. Морские салаты я стараюсь покупать в баночках железных. Пусть они не казисто выглядят, у них не такой казистый, свежий вкус, но они не залиты вот этим уксусом, не добавлено ничего вот этого. Еще раз говорю, если в баночке это сохраняется, вся химия добавляется для того, чтобы все хранилось дольше, на прилавках. Вот я стараюсь в железных баночках, консерве, где просто написано, что состав морепродуктов, вода там, соль и все. Я стараюсь вот такие покупать. Так, рассмотрели мы с вами вредность, вредность удобрений. Мы уравняли, что мясо химичат, что морковку химичат, что также добавляется в капусту, а дальше смотрите, картошка, картошка, картошка также обрабатывается от гербицидом, от сорняков, от сорняков, обрабатываться она от колорадского жука. Это все химия, это все химия, это все химия впитывается таким же образом. То есть сейчас не химический продукт, можно только вырастить самому. Теперь давайте разберем, еще употребляется гербицид. Вот мы едем мимо, мимо едем злаковые культуры, поля, подсолнечник, то же самое растительное масло, оно все чистое поле. А как вы думаете, кто его поле? А почему сорняков не растет? Сорняки везде растут. Да потому что она обрабатывается гербицидом. У меня дядюшка в колхозе работал трактористом, механизатором, и вот когда он разбавлял этот гербицид в бочку, ему выдавался противогаз. Это о чем-то тоже должно говорить, что эта вся зараза все равно впитывается в овощи. И гербицидом обрабатывается не только злаковые, и все так же, и капуста, и морковь, потому что теперь никто не будет гонять школьников на прополку, за это надо денежки платить. А все пытаются сэкономить, подешевле вложиться, чуть подороже продать, ну а потом уже барыги конечную цену взвинчивают. Так, гербициды пробежали, мясо пробежали, рассмотрели. Ну что еще добавить? Питание у меня сбалансировано. Все мы вроде с вами рассмотрели, да? Может что-то и забыл, может что-то и выскочил. Питание у меня сбалансировано. А вот еще рассмотрим такую тему, да? Онкобольным запрещено. Кто вам, ребята, сказал, что запрещено? Есть там такой-то, такой-то продукт. Мне врач такого не говорил. Во-первых, запрещают перед химиотерапией, либо перед операцией. Да, там говорят, вот пособлюдайте такую-то такую диету, это самое, чтобы только разгрузить желудок. Перед химиотерапией. А вообще, смотрите, вот если вот вы затрагиваете, да, вот любители покричать, что мясо это вредно, я не защищаю ни тот, ни другой продукт. Я питаюсь вообще сбалансированно. Я ни за тот, ни за этот. Мне нравится и тот продукт, мне нравится и этот продукт. Вот. И смотрите, вот теперь, когда лежал в онкоцентре, мне делали операцию, там присутствовали мясные изделия, котлетки, гуляш, фрикадельки. Так что это должно о чем-то говорить уж, наверное, врачи. А то, что давайте это самое, врачи не лечат, калечат, давайте этот бред не будем говорить. Да, есть плохие врачи, есть плохие врачи, есть плохие клиники, но все равно никто, никто, никто вот так вот, знаешь, взять, а сейчас я его специально покалечу, пусть он мучает. Никто так не делает. Потому что все люди. Вот эту фишку тоже вот сейчас откиньте сразу. Так, диетолога я не посещал, диетолога я не посещал, врач мне никаких ограничений. Я спросил по питанию, я говорю, я сбалансировал, ну питайся, нормально питаешься. Никаких ограничений мне никто не давал, никто не давал. А вот эта самая, развить тему, наверное, экология, надо на ней застопориться поподробнее. Ну что ж, давайте разберем вопрос экологии. Сейчас мы разберем один случай, который я помню, я, может, случаев больше знаю, но запомнился мне один случай. В 2012 году на заводе Девон Рус, это завод-поставщик для Хундая, я, кстати, там работал с 2010 по 2011 год на Хэндэхайско-Рус, это тоже завод-поставщик Хундая, и мне там очень многие ребята знакомы, и как бы я это услышал в тот же день аварии, в тот же день аварии, давайте разберем вот эту аварию. На заводе Девоне в 2012 году произошла авария, утечка метилизационата. Потом обсудим, что такое метилизационат. Давайте сразу забегу, что я с ним сталкивался по работе, по работе я с ним сталкивался в 2008-2010 году на производстве. Твелл Теплорос было такое объединение, там из АПЭКС, ПЭКС, очень много таких компаний, одному человеку принадлежало. Сейчас самого Теплороса нет, а эти маленькие вроде остались. В общем, там делали пластиковые трубы, их заливали аналогом монтажной пины, и сверху еще в пластик. Это так называемая труба в изоляции. Так вот, там вот этим веществом промывались трубы заливочной машины. Не было никакой приточной вентиляции, не было никакой вытяжки, никакого противогаза, никому ничего, хотя все знали, что это вредно. А если сейчас вот кто-то из смотрящих коллег, бывших, смотрит и скажет, о, так из нас же ты один так, в такой ситуации, то тут, как говорится, рановато говорить. Так можно сказать, глубокой старости. Старости, ну и плюс, надо еще затронуть тему, что я вообще прошел. Начинал с двух стекольных заводов. В первом стекольном заводе я в горячем цеху работал. Поверьте, там тоже ничего хорошего нету. В воздухе полтаблицы Менделеева. Дальше, во втором стекольном заводе я работал слесарем-ремонтником. И, соответственно, ремонтная работа тоже в горячих цехах были. Их было меньше, но они были. Потом я работал в металлургической компании. Это я работал здесь, в Пикалеве. А это филиал СУУ, Сибиро-Уральской алюминиевой компании. Ну, здесь как бы с этим еще попроще, скажем, чуточку с экологией. Дальше я работал на Северстале. Тут можно не говорить, что там с экологией. Хотя они в экологию очень много вливаются. Но все равно в производство металлургии это и есть производство металлургии. Там у меня было единственное рабочее место, где мне платили официально вторую сетку. Вторую сетку. После я работал на мясокомбинате слесарем-ремонтником по ремонту холодильных установок. Не холодильников, а холодильных установок. Это компрессорный цех, это мясокомбинат, это большой холодильник. А все это работало на аммиаке. А кто столкнулся с аммиаком, тот вредность знает. Потом я работал вот на этом ТВЭЛе, ну и потом перешел в полимерную промышленность. Раз полимерная промышленность, тоже пластик, газы, ну как бы не могу сказать, но думаю тоже ничего хорошего нет. Так, так вот мы сейчас с вами обсудим ситуацию, произошедшая авария на Девоне. Я сейчас прилеплю, сделаю вставочку видео, видео с официальных властей, с телеканалов. Вы посмотрите? Посмотрите. В Выборгском районе весь день работали аварийные службы. На полимерном производстве в поселке Левашово около полудня произошла утечка метилизационата. Это ядовитое вещество, испарения которого смертельно опасны. По предварительной версии, один из шлангов, который перекачивал жидкость из автоцистерны на саму станцию, внезапно порвался. В результате на площадке возле завода образовалась лужа, вытекло больше 100 литров химикатов. Организация, у которой заключен договор на локализацию вот таких ситуаций здесь на заводе, прибыла на место через 45 минут, приступила к работам по утилизации разлившейся жидкости посредством специального сорбента. В данный момент эти работы заканчиваются. Сразу же после аварии всех сотрудников предприятия эвакуировали. Пострадали только те, кто был рядом с местом разлива. Врачи говорят, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Общее количество пострадавших пять. Все молодого возраста, мужчины из Успекистана. Состояние всех средней степени тяжести, тяжелых нет. Но для дальнейшего динамического наблюдения мы все отправлены в институт скорой помощи ни ИДЖ, ни ЛИДЖ. Место аварии всего 40 квадратных метров. Спасатели засыпали песком и сорбентом. Сотрудники радиометрической лаборатории обработали территорию. По словам экологов, ситуация под контролем и угрозы заражения почвы нет. Ну что ж, давайте разберем это видео. Это видео, во-первых, про пострадавших. Про пострадавших. Гастарбайтер, который подключал, который был не обучен, не ответственный. Это все-таки, знаете, перевозки у автомобилистов, есть перевозки опасных химических грузов. То на заводе тоже должен быть ответственный человек обучен. Он просто не защелкнул разъем какой-то пожарный. Раз, вот этот разъем до конца не защелкнул и соскочил. Во-первых, говорят, что всех там отпустили и он на месте скончался. Во-вторых, сказали там фразу, что эвакуировали завод, никого не отпускали, всех заставили работать, всех заставили работать. Ну и третья ложь, третья ложь, это то, что вылилось там, они вроде заявили что-то 100 литров, 100 литров. А теперь давайте посмотрим видео. А, это по ихному 100 литров, по-нашему, это целая бочка у них. Вытекла целая бочка. Вот я вам, пожалуйста, сейчас делаю вставочку видео очевидца. Кстати, у меня это видео было на мой мир загружено, на май или его. Нет, в волшебном случае. И сейчас я его нашел вконтакте, я оттуда скачал. Кстати, стоит заметить, что контакт не продажный. Непродажный сайт. В нем спокойно ролики не удаляются. А с остальных всех это оп-оп-оп-оп-оп-оп. Заплатишь и все, пожалуйста. Все решаемо. Вопрос цены только. Так, давайте посмотрите, как выглядит официальная и неофициальная часть. Охота! Охота! Смешу я! Ну, а теперь мы с вами давайте поговорим про... Для сравнения, авария метилизационата произошла в 80-х годах в Индии. Это называется Блох-Пальская катастрофа. У них это катастрофа, а у нас это, видите ли, авария. Так вот, смотрите, там только что с отличием было. Если я помню правильно, то там в это время шел дождь. То есть примерно объемы там такие же, это самое, утечки были. Шел дождь в это время, и все это попало прямо в город. Так вот, этот город, по-моему, я ссылочку дам на Википедию, по-моему, в 10 или 15, в течение 10 или 15 лет он вымер. Мертвый город стал. Там за это ответственных оштрафовали и посадили. У нас, соответственно, ничего этого не было. Так вот, теперь, прежде чем кричать, что да, еда, я фастфуды не питаюсь, еда у нас не высшего уровня, но можно найти более-менее нормальную еду. Мы с вами обсудили, еда это как плюсы и минусы мяса, плюсы и минусы зелени. И вот теперь с вами еще обсудили экологию. Вот экология, мне кажется, сейчас все-таки же, ну, выгодно промышленности нашей барыжной прикрыться и развить миф о мясо-вредности того-сего, потому что у нас мясная промышленность, колхозы все загубленные. Это сейчас выгодно кричать. А вот промышленность, да, прикрыться выбросами всякими вредных веществ, я помню еще в 2000-е годы, а вот какой я не могу вспомнить, я помню, что в Чагале тогда, Чагадочинский район, Вологодская область, очень обсуждали случай, пригнали какую-то термоядерную бочку, цистерну, просто ее от какой-то проверки спрятали, раз, загнали и все. Это там, говорят, такой фу был от этой бочки, такая зараза, но потом ее убрали. А вот сколько таких случаев, которых нам неизвестно, в которых даже авария произойдет, а вот скажут вот так вот. Кстати, я уже перешел дорогу не только садовером теперь на Ютубе, так что напоминаю вам, что у меня есть группа ВКонтакте, оттуда меня точно никто не удалит, не забывайте туда подписываться, наверное, на сегодняшнем... Оп, стоп, давайте еще такой вопрос питания, я вспомнил, давайте еще разберем такой вопрос питания, как, вот кричат человек, да, там, я, это самое, травоядный, то, сё, а если разобраться, в том, а кем человек работает? В офисе? В офисе работать. То, извините, я на салатиках тоже пожил бы. А вот когда я, как вот делали монтаж оборудования, там где-то надо и кувалдочкой отколотить, и бетон, бетон в полу надо вот отбойничком поработать, где-то ударить кувалдой, сварочкой поработать, это физическая тяжелая работа. И на физической тяжелой работе, я скажу, на салатиках, на салатиках работать тяжело. Так что давайте не забывать, что если человек работает на тяжелых работах, на тяжелых работах, кстати, у меня самая тяжелая работа, это была Северсталь, я проклинал, что туда устроился. Вот, это самое, и давайте вот этот вот тоже момент не забывать, что да, можно кричать, можно кричать, но я так смотрю, это самое, все, что вот крикуны, вот эти вот, сыроеды, вегетарианцы, они, у них рабочий класс, это вот как раз вот уровень офисного, ну или как вот я, не хочу никого обидеть, как там сейчас говорят, ну менеджеры, вот эти, ладно, не буду говорить, это самое обидеться. Вот, так, теперь на этом видеоролике заканчиваем, высказываем в комментариях свою точку мнения, не забываем о агрессивных людей, по своей точке агрессивной мнения и навязывания своего мнения другим людям, не забываем сначала воспользоваться ссылочкой для добрых людей, отписаться в теме «Я помог», и потом уже, пожалуйста, у меня начинайте все расписывать и навязывать свое, а то так получается, он свое мнение высказал, а добрым человеком поучаствовать не хочешь. Ну что ж, на этом мы видеоролик сегодня заканчиваем, с вами был Сергей, до свидания. Продолжение следует...